Приветствую вас, аноним. Жалко, конечно, что вы аноним, хотел бы назвать вас по имени, но ладно. Итак, суть в том, что вы не испытываете любви к родителю, и суть в том, что вы не знаете, как ответить на признание в любви. Потому что, наверное, вы чувствуете, что от вас ждут как раз какого-то ответного признания, его нет, и вы, соответственно, ощущаете, что не обрадуете ожидания другого человека. Вот, наверное, над этой потребностью оправдать ожидания человека, ну, в первую очередь я бы и поработал бы, потому что вы, я не знаю, осознаете вы или нет, но вы пытаетесь эти самые ожидания человека оправдать. Да, вот, при том, что стараясь оправдать ожидания человека, вы, в общем-то, никогда не будете успешны в этом процессе, вот, потому что это сделать невозможно. Невозможно оправдать ожидание человека, ожидание всего человека — это только ответственность самого человека, и если человек, например, признается вам, допустим, в любви для того, чтобы вы приняли своему любви в ответ, ну, вот, хотелось бы, наверное, чтобы вы сами, значит, сказали, что вы, например, об этом думаете, что как вы сами к этому относитесь. То есть считаете людей — это адекватной позиции, вот. То есть здесь, мне кажется, ваша привычка оправдывать ожидания других людей и близких людей, и, в общем-то, такое вот, как мне кажется, требование к себе в плане того, что я должна, я должна, как-то, на самом деле, на самом деле, на самом деле, если человек выражает вам, грубо говоря, какое-то чувство, если человек выражает вам какие-то чувства, свои чувства, да, вот, то вам достаточно выражать ему свои чувства в ответ, при том, что не особо здесь важно, какие это чувства, вот, совершенно не важно, что это за чувства. То есть это может быть любовь, да, это может быть, это не обязательно любовь, это может быть что-то другое, но, как бы, важно то, что, что, что бы вы не чувствовали, что бы вы не ощущали, это нужно выразить, просто быть искренним. Здесь момент делается именно, ну, акцент делается на том, что люди выражают то, что они чувствуют. Вот, если, например, ваши родители ощущают любовь, ну, прекрасно, здорово, замечательно, что ваши родители чувствуют любовь, но, например, если вы любовь не ощущаете, да, допустим, то, ну, вы же не будете правильно себя там заставлять, например. Ага, вы же не будете заставлять себя любить, ну, заставлять себя, вы же не будете себя принуждать, правильно, вот. Поэтому, а-а-а, так важно, а-а-а, посмотреть на конфликт. То есть мне кажется, что вы боитесь всего-то, боитесь, наверное, не оплодать ожидания, боитесь, наверное, что вас обвиняют, боитесь быть плохой. Может быть, это отголоски, там, как, ну, ну, например, отголоски чувства, чувства вины, да, то есть, ну, если раньше вы... Вот, э-э-э, вот здесь отголоски не чувствуете ли, простите, отголоски... контрола. Контрола. То есть вот, что вас, э-э-э, ну, контролировало. Вот, может быть так. Соответственно, вот функционально здесь момент в том, чтобы показать родителю, да, что, в общем-то, вы выращаете те чувства, вы выращаете такие чувства, на которые способны, а не те, которые от вас требуют, вот, и в соответствии с этим, да, вы просто выращаете те чувства, которые вы испытываете. Ну, вообще-то говоря, это чуть ли не единственное, что вы можете сделать, то есть у вас нет особый выбор. По поводу того, что вы не отлюбляетесь от людей, это отдельная проблематика, я думаю, что в какой-то степени чувство вины, а ваше чувство вины связано с этим, вот, и соответственно, нужно работать с этим, если вы хотите, чтобы ситуация изменилась, вот. Говоря про отдельное проживание, вы имеете в виду сепарацию, конечно же, но нужно понимать, что сепарация не всегда, к сожалению, решается физическим отдалением от человека. То есть сепарация очень часто должна быть ещё и психологической, а нет, нет, ну нет, информация подтверждающая, что вы сепарировались от своего родителя именно психологически, именно эмоционально, именно духовно. Соответственно, соответственно, ну, на вас это продолжает, я бы сказал, влиять. Вот, и влиять, ну, как мы видим, достаточно негативно, к сожалению. Вот. То есть это тот момент, на который я хотел бы обратить, обратить ваше внимание, потому что это важно. Дальше. Вы пишите, моя вина есть. Вот, знаете, да, вы себя обвиняете. Вот. Собственное обвинение, ну, обвинение в себя. Вот. Ну, вообще говоря, ничего хорошего не принесёт вам. То есть если вы будете себя обвинять в чём-то. Вот. Поэтому я рекомендую вам на это тоже обратить своё внимание, да, это просто обратить внимание. Вы чувствуете себя виноватой. Если вы чувствуете себя виноватой, то, соответственно, вам можно манипулировать. Вот. Это очень важный момент. Следующий момент, вы говорите, я не прилипаю, ой, я не люблю, я не скучаю, но прилипаю. Смотрите. Здесь, эм, в чём здесь лазу, в чём здесь тонкость. Дело в том, что, да, я верю вам, верю в то, что вы, грубо говоря, и, грубо говоря, значит, прилипает, я верю в то, что вы не любите, я верю в то, что вы не скучает. Вот. Но! Вы прилипает. А прилипчивость это потребность, то есть вы свою потребность связываете с определенным человеком. Ну я не думаю, что нужно объяснять, что сначала вам как-то вот нужно донести до себя, в общем, бросую такую достаточно мысль, что человек может дать вам то, чего вы хотите. Вот, то есть вам нужно допустить этот момент, что ага, этот человек, например, родители или кто-то еще, может дать мне то, в чем я нуждаюсь. Вот, соответственно, здесь вам нужно разобрать, собственно, всем вынуждает нас, что прилипаете к человеку. И вопрос, конечно, очень важный вопрос. Вопрос вызывает то, что вы называете себя прилипчивой, ну никак не позиционируете этот факт как проблематику. А это проблематика. А вы просто позиционируете этот факт как вот факт, что вот этот факт, что я вот так, ну например, да, я вот так все. То есть, ну мне кажется, что здесь, вот знаете, как минимум вы, мне кажется, ну достаточно, знаете, как пренебрежительно к себе относится. Вот. Я думаю, это достаточно такой вот пренебрежительное, может быть, обесценивающее и забивающее отношение к себе. Когда человек просто, ну, там, решает, что все, он делать ничего не будет для себя, да, и во всем стараться что-то делать, если там, словно говоря, когда-то не получилось. То есть, чувствуется такой вот, все негативно, да, у вас. И нацеление не на решение проблем, а на какой-то вот такой выход из ситуации. Вот. Ну, только, повторюсь, проблем это не решит вас, к сожалению. Ну вот. Думаю, момент здесь вот такой, не самый приятный, безусловно, но, по крайней мере, хочется верить, что реалистично. Вот. Я также вижу, что вы достаточно эрутированны для того, чтобы назвать себя эмпатом, чтобы говорить про некоторые психологические аспекты. вот. Честно вам это, опять же, вам это, скорее, вредит, чем на пользу, на пользу, на пользу, потому что, загадки этими терминами, может быть, хорошо звучащими терминами, вот, прячется, прячется в настоящие чувства, поэтому, пожалуйста, не дайте себя обмануть. На этом все, надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.